Это ноябрь 24. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях этого дня. Проголосовать можно будет и в отпуске. Начался прием заявлений от тех, кто в день выборов 18 марта будет находиться за пределами города. Сотвыплаты увеличатся. С 1 февраля федеральные льготники станут получать больше. Намного ли вырастут пособия? И можно вставать на коньки. После морозов открытые спортивные площадки приводят в порядок, где уже убран снег. До выборов президента страны остается все меньше времени. Во всех регионах начался прием заявлений от избирателей, которые не смогут проголосовать по месту своей регистрации. Для них существует альтернатива. Нужно всего лишь написать соответствующее заявление. Где в ноябрьске принимают обращение и кто уже воспользовался такой возможностью, знает моя коллега Яна Джус. Добрый день. Я узнала о новом порядке голосования по месту нахождения. Я планирую отсутствовать в плане служительства. Не будет меня. Как я у вас могу подать заявление? Да, конечно. Присаживайтесь. Светлана Фетисова в марте собирается уехать в Московскую область. Поездка как раз выпадает на 18 число. День, когда все жители страны будут решать, кто станет президентом России. Оставаться в стороне от такого события женщина не собирается. Она решила найти альтернативу. Я по номеру телефона горячей линии 8 800 707 2018 обратилась. Автоинформатор мне задал несколько вопросов. И потом мне пришло сообщение с номером участка и адресом, где я буду голосовать, находясь по месту пребывания. Светлане осталось написать заявление о своем выборе. Для этого потребуется только паспорт. Сама процедура проста и занимает буквально несколько минут. Этот патрульной талон остается у вас. Он, в принципе, нужен для того, чтобы вы знали, на какой участок вы пойдете. Здесь прописано. При голосовании предъявлять его не обязательно. Если человек скажет, я уезжаю, я буду находиться 18 марта на другом месте, я хочу подать заявление, естественно, с него требовать никто причины не будет. Потому что, скажем так, такого требования не установлено. Но основанием, опять же, для подачи заявления является нахождение вне места жительства. То есть гражданин должен будет просто заявить о том, что я буду 18 марта находиться в другом месте. Принимать заявление о выборе пункта голосования по месту нахождения уже начали. За первые два часа с начала приема было принято шесть таких обращений. Кстати, подать заявление можно сразу в нескольких пунктах. С 31 января по 12 марта их принимают в территориальной избирательной комиссии и в многофункциональном центре. С 25 февраля горожан ждут и в участковых избирательных комиссиях. Можно также воспользоваться онлайн-сервисом. Также заявление можно подать через единый портал государственных услуг. На главной странице имеется баннер «Выбери избирательный участок», нажав на который, избиратель может, не выходя из дома, подать соответствующее заявление онлайн. В многофункциональном центре, так же, как и в территориальной избирательной комиссии, процедура подачи заявления занимает несколько минут. С помощью электронной стойки достаточно выбрать нужную услугу, получить талон и дождаться очереди. А ждать долго не придется. Работают на прием данной услуги все окна, которые имеются в многофункциональном центре. Данная услуга имеет приоритет. То есть, вне зависимости от количества граждан, любое освободившееся окно будет непосредственно вызван вперед именно тот заявитель, который хочет подать заявление. Специалисты подчеркивают, от избирателя заявление принимается только один раз. Затягивать с его подачи не стоит. О своем местонахождении нужно сообщить до 12 марта. Начиная с этого числа и до 17-го. Включительно, заявление будут принимать только участковые избирательные комиссии по месту жительства. Яна Джуз, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. С 1 февраля увеличится ежемесячная выплата федеральным льготникам. К их числу относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, герои России и Советского Союза, а также социалистического труда. В Ноябрьске это почти 5000 жителей. Пособие им проиндексируют на 2,5%. Настолько вырастет в цене и входящий в состав денежной выплаты набор социальных услуг. Он включает обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном транспорте, а также проезд к месту лечения и обратно. Получать эту помощь можно в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Как полностью, так и частично. Ежемесячная денежная выплата у каждой категории граждан определена законодательно. И сумма у каждого, соответственно, разная. На сегодняшний день только набор социальных услуг проиндексирован в одной твердой сумме и составляет она 1075 рублей 19 копеек. И снова проблема недоступности врачей. В редакцию обратились родители пациентов детской поликлиники, а они с детьми не могут попасть на прием к офтальмологу. Трудности возникают с предварительной записью, но особенно много жалоб у папы и мам по поводу живой очереди. Родители сетуют, если записаться заранее не получилось, в кабинет к врачу можешь так и не зайти, даже если сидишь первый в очереди. Почему в детской поликлинике сложилась такая ситуация и как планирует руководство медучреждения решать проблему? В этом вопросе сейчас разбирается наша съемочная группа. В месяц мы с младшей проходили медосмотры, также, ну, естественно, надо было офтальмолога проходить. И мы также сидели пять часов по живой очереди, и нас просто пожалела девушка, которая была по записи, и просто она нас пропустила. А так мы также не попали. Многие было такое, приходили, ждали, ждали, не дождавшись, прям сразу уходили, разворачивались. Ну, в общем, проблема есть. В ноябрьске готовится к запуску системы мониторинга лесных пожаров. Запустить ее планируют уже к началу лета. Об этом на заседании комиссии по ликвидации ЧАЭС заявил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Ленар Минибаев. В городе определены четыре основные опасные зоны. Дачный поселок Мечта, микрорайон Бангапуровский, пляж на озере Светлом и территория Ханто. Все эти участки будут взяты под видеонаблюдение. На большой высоте установят камеры, которые будут в круглосуточном режиме мониторить не только опасные зоны, но и всю территорию города. Система оснащена интеллектуальным программным обеспечением, способным самостоятельно увидеть задымление, подать сигнал в ЕДДС, чтобы оперативно принять меры по спасению людей. Открытые спортивные площадки нашего города срочно убирают от снега. После длительных морозов, во время которых техника не работала, а затем и последовавшего снегопада, они оказались завалены. В частности, нарекания от жителей города поступили в адрес стадиона «Ноябрьск», где из-за скопившихся осадков горожане не могли покататься на коньках или совершить пробежку по легкоатлетическим дорожкам. Сейчас они почищены. Кроме того, убраны пришкольные корты, а также спортивные площадки по Оленино и около Дома культуры Днепр. Любой житель «Ноябрьска» нашего может обращаться к нам непосредственно на 35 50 74. Это мой номер телефона. Но у нас отвечает за эти площадки технический отдел, где находится комплексная бригада из пяти человек. Они осмотр площадок и катков производят ежедневно и по мере необходимости убираются сразу. 1 февраля стартует запись в первый класс. Уже четвертый год подряд она проходит в электронном виде. Подать заявку можно на едином сайте государственных и муниципальных услуг, а также на портале Е-образовательные услуги. На ресурсах родителям нужно заполнить все поля заявления, выбрать школу и класс. Тем, кто самостоятельно не сможет пройти процедуру в интернете, помогут специалисты в учебных заведениях. Запись будущих первоклашек начнется в 8 часов 30 минут. Однако это не повод для спешки. В департаменте образования успокаивают, что места в школах хватит всем. По предварительным подсчетам в первый класс в следующем учебном году пойдут 1350 детей. С 1 февраля по 30 июня мы принимаем всех детей, которые проживают по микрорайону школы. То есть на той территории, которая закреплена за данным образовательным учреждением. А уже получается с 1 июля по 5 сентября на свободные места мы примем всех желающих. Зимний лес, Дед Мороз и герои русских сказок из конструктора. В ноябрьский прошел семейный конкурс по лего-конструированию. За победу боролись 54 команды. Это больше сотни детей, их мам и пап. Самому маленькому конкурсанту было всего полтора года. Команды должны были заранее выполнить любую композицию из конструктора на зимнюю тему. Фантазию участников не ограничивали. Главное требование, чтобы работу делали все члены семьи, и в ней не использовалось посторонних деталей и материалов. Члены жюри также оценивали оригинальность задумки. Среди моделей, которые сделали дети и родители, снежные городки, лубина избушка зайца из сказки, а одна команда даже изобразила Деда Мороза и его помощников с выдуманной планеты Деда Морозе. Это машинка-снегоуборщик. Я ее делала не очень долго, но и не очень быстро. У нее есть такой кузов, в котором она держит кусочки от льда после игр на катке. Что тебе нравится вообще в лего-конструировании? Тем, что я смогу знать, как собираются разные техники. Правда, они не похожи на оригинальные, но хотя бы я буду знать, как они собираются. Моя машина называется... Я ее делаю сам. Две недели. Что самое сложное было? Мотор делать. А что умеет твоя машина? Она может ездить и повыкачиваться, и еще ковшом двигать. Семейный конкурс по лего-конструированию проходит два раза в год. Уже даже появились постоянные участники. И, по словам организаторов, уровень соревнований каждый раз растет. Впрочем, как таковых победителей здесь нет. Все команды наградили дипломами в разных номинациях. Это направление очень востребованное как среди самих детей, так и родителей. Во-первых, это сплочение и семейных отношений. Это ранняя профориентация. Это раннее развитие конструкторского мышления у детей. Потому что как раз с этого возраста, можно сказать, на будущее уже у детей, даже подростков, рождается инженерная мысль. Современному продвинутому городу современные услуги. Только так и не иначе работает в ноябрьске компания Метросеть. Чуть больше года компания присутствует в нашем городе, но уже тысячи жителей выбрали Метросеть в качестве своего провайдера. Высокоскоростной интернет без ограничений. Более 150 телевизионных каналов, 30 из которых транслируются в HD-качестве. Масса дополнительных бесплатных сервисов и бонусов. Все это каждый день привлекает Метросеть новых абонентов. К тому же удобный личный кабинет помогает экономить время. Каждый абонент может определять своими услугами самостоятельно, онлайн-сессу компьютера или смартфона. Через личный кабинет можно произвести оплату, активировать антивирусную защиту, докторовать, воспользоваться кредитом доверия, а также подключить бесплатный сервис, детский интернет. Жители Ноябрьска уже оценили по достоинству услуги компании. У клиентов есть возможность попробовать скорость интернета, значительно превышающую мировые стандарты. Речь идет о подключении на скорости 1 гигабит в секунду или же воспользоваться стандартным подключением. Тем же, кто еще не определился с выбором, провайдер предлагает пакет телевидения. Причем год пользования интернетом компания просто дарит своим абонентам. Да, это действительно так. Мы решили продлить акцию «Подключи кабельный телевидение на год и получи интернет на год» в подарок, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться интернетом от метросети со всеми сервисами и опциями. Всего за 2000 рублей можно пользоваться интернетом и телевидением целый год без каких-либо дополнительных условий. Стать абонентом компании можно прямо сейчас. Достаточно оставить заявку на сайте метросети или позвонить по телефону 499-888. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь. «Происшествия» «Происшествия»